Давайте поговорим об отказах. Практически со стопроцентной вероятностью они у вас будут. Вы перестанете бояться отказа, когда поймете, почему они появляются. И перестанете воспринимать это на что-то наличное. Может быть, три причины отказа. Причина отказа номер один. Это блогер, в принципе, не зарабатывает на своем блоге с помощью рекламы. То есть у него есть, например, какой-то свой магазин. И его блог, это и есть витрина его магазина. Соответственно, в таком случае ему любая реклама будет неинтересна. Эта причина отказа у вас появится сразу. Вот первое сообщение вы отправляете. И этот отказ у вас будет сразу. Спасибо, мне неинтересно. Обычно так у вас будет. Работать с этим отказом бессмысленно, потому что вы не переубедите человека тогда, когда он зарабатывает совершенно другими способами. Вторая причина отказа будет, если вам будут говорить, мы работаем только с оплатой за рекламу. То есть мы же предлагаем оплату по результату. То есть прорекламировал блогер, перешли по его ссылке люди, купили курс, он заработал блогер и вы заработали. И в принципе эта система, она выгодна всем, но в том случае, если у блогера действительно хорошая аудитория. Так вот, вы будете получать отказы в случае, если у блогера накрученная аудитория. Вам могут говорить все, что угодно. Могут говорить, что вы понимаете, что у нас и так дешевая реклама, поэтому вам выгоднее будет заказать у нас рекламу, а не по CPA системе работать. Или, например, мы так не работаем и точка. Какая может быть причина? Причина может быть такова, что либо блогер не понимает, что это для него выгодней. Потому что реально, если говорить о статистике, выгодней всегда для блогера работать за результат, нежели за рекламу. Потому что никто не купит рекламу, если она там будет космических денег стоить. А вот если с помощью его рекламы будет много продаж и он будет от этого иметь процент, то на самом деле для блогера это выгодно. Но мало кто это понимает, потому что рынок не такой сформированный. Ну, во всяком случае, он сформированный с мелкими блогерами, с которыми я вам и предлагаю работать. А вот с крупными блогерами он не сильно сформирован. И вторая ситуация, когда, имеется в виду, вот мы только что первую ситуацию рассмотрели, отказа блогер, когда отказывает блогер. И вторая ситуация, когда блогер вам отказывает по причине накрутки блога своего. То есть он знает, что у него не живая аудитория. Она накрученная. Статистика накрученная. То есть вам могут прислать статистику и сказать, посмотрите, какая статистика, какой нам смысл работать по СПС-системе, да, то есть с оплатой за результат. Никакого. Посмотрите, какая у нас статистика. Но знайте, статистику накрутить, это очень простая задача. Самая простая. Только загуглите, вот чтобы вы понимали, только загуглите в интернете накрутка подписчиков на ютюбе, накрутка лайков, накрутка комментариев, накрутка инстаграм. И вы поймете, насколько этот рынок перегрет и насколько легко и дешево делать эту накрутку. Но вы также должны понимать, вы как менеджер, да, вы должны понимать, что эта реклама, которую вы будете заказывать в случае, если вы решите заплатить за нее, не принесет вам никакого результата. Поэтому блогер тоже знает это. Он понимает, что никакого результата не будет. Зачем ему напрягаться? И он вас всячески пытается убедить купить эту рекламу, а не работать по себе системе. Ваша задача отказать, потому что в этом нет никакого смысла. Блогеру выгоднее работать за процент с продаж, тогда, когда у него качественная аудитория. Вы должны это понимать. И бояться отказа не стоит, потому что отказ, он только потому, что у блогера может быть плохая аудитория. Он накрутил ее и теперь, в общем, гордится тем, что у него такая большая аудитория. Либо не понимает выгодность этой системы работы. И третий отказ, наверное, уже четвертый, да, это когда блогеру в принципе не понравилось ваше предложение, продукт этот не понравился, он не хочет рекламировать этот продукт. Такое тоже может быть. Бояться этого не стоит. Вы можете просто спросить, а можете подсказать, что бы вы бы хотели прорекламировать? Пойдите на любую CPA-сеть. Если не знаете, напишите куратору, что такое CPA-сеть. Подскажет вам, расскажет, найдет какие-то статьи, чтобы вам легче было. Найдите там любой продукт, который блогеру бы интересно было бы прорекламировать. Ну и, в общем-то, сработайте с ним, с этим. То есть, если не нравится этот продукт, с другим продуктом работайте. Не проблема, абсолютно. Ваша задача заработать. У вас нет задачи кому-то угодить. Понятно, что вы можете заработать, когда вы что-то качественное предоставляете. Но сколько людей, столько вкусов. Вы сами должны понимать, что то, что нравится вам, может не нравиться кому-то другому. Или то, что не нравится вам, может кому-то нравиться. То есть, это нормально. Поэтому, подводя итог, знайте, отказы нет смысла принимать на свой счет. Только потому, что они появляются из-за некачественной аудитории. Возможно. Не факт, но возможно. Потому что там и другие есть причины. Но самое частое, это как раз некачественная аудитория, накрученная аудитория. Поэтому не воспринимайте это на свой счет. Просто поймите, отказал, ну хорошо, наверное, накрученная аудитория. Блогеру невыгодно с вами работать, если у него пустой блог. Ну, в смысле, он большой, в смысле, там много народу. Но там, например, школьники сидят, которые ничего особо не покупают. И блогер зарабатывает исключительно на просмотрах. Например, если это YouTube. Все, выполняйте домашнее задание. Я отдельно сделала ответвление с этой темой, потому что считаю, что ее нужно раскрыть отдельно и больше проговорить.